Девушки отдыхают Марго, мы танцуем степ, а вы? И я. Степ нужно отбивать легко и непринужденно. Вот так. И ловите этого кайф. Понимаете? А тупают... Слоны и носороги. Марго. А потом форма. Что это за форма? Откуда она? Как бабушка на завалинке с семечками. Что вы сказали? А что я сказал? Да, повторите, что вы сейчас сказали? Бабушка на завалинке? Ну, слушайте, не придирайтесь к словам. Это я бабушка на завалинке? Спасибо. Продолжаем. И попробуйте только мне сбиться. Пять, шесть, пять, шесть, семь. И... Вышкаленки! Бабушка на завалинке с семечками. Семечка. Бабушка на завалинке. Семечка. Бабушка на завалинке. Эх, молодежь, молодежь. Маленькие бабушки. Нет, лучше бабушки. Маленькие. Рецептам наших бабушек. Ах! Стасик. Ну, мы просто договорились встретиться, когда я допишу диссертацию. Это тебе. Ты дописал? Ну, в общем, да, совсем немного осталось. Понимаешь, мысли о нашей встрече мешают мне сосредоточиться. Стасик, договор дороже всего. Прости, меня ждут. Парень, говорю. Да. А, по рецептам наших бабушек. Обжарка семечек по рецептам наших бабушек. Обжарка семечек по рецептам наших бабушек. Ну, да. Обжарка семечек. Отбойный молоток, а не музыка. Обжарка. Тук-тук-тук, можно к вам? Васечка, девочка моя, без тебя здесь невыносимо скучно. Через 13 минут ты станешь начальницей отдела. И Марго будет у тебя в подчинении. Я хочу, чтобы ты ее уволил. Васечка, ну кто-то же должен работать. Ну, вот именно кто-то. И этот кто-то не обязательно она. Может, ты на нее глаз положил? Что ты говоришь такое? Иди сюда. Ну, кто мне нужен, кроме тебя? Ну, вот и докажи. Ну, хорошо. Если через... Десять минут. Если через десять минут Федотова не положит мне на стол рекламную концепцию, я ее... Обожаю. Борис. Борис, елки-метелки. Что, дура, что ли? Что тебе надо-то? Ну, у меня опять какая-то хрень в компьютере выскочила. Какая хрень? Почта, наверное. Слушай, Виолетка, ты бы пошла на компьютерный курс, а? Или хотя бы резинкой в меня перестала кидаться? Ты что, тебе жалко мне помочь? Да мне не жалко, но твои отношения уже просто достало. Мои отношения? Ну, конечно. Да ты вообще меня игнорируешь как женщину. Ты унижаешь меня как коллегу. А ты... Вот за это я вас всех и не воспринимаю. Что ты сказала? Повтори, что ты сказал! Всех вас! Я тебе не... Всех вас! Я тебе не всех! Телефон, 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 телефон! Алло, Блин! Алло! Виолка, привет! Ты уже на работе? Ну, конечно, на работе! А ты где? Что, опять проспала? Нет, это не важно. Слушай, сейчас срочно попроси Бориса распечатать письмо, пришедшее тебе на почту, и занеси директору. Поняла? В приложении письма сногсшибательная идея рекламы продукта нашего нового клиента. Марго, я не успеваю! Уже без пятидесять. Биолка, ну я тебя умоляю, пожалуйста! Ну, хорошо, если что, с тебя поляна. Все, я тебя целую, пока. Ну, и что ты сидишь? Оторвись от стула и распечатай тете письмо. Understand? Yes, of course. Срочно, шефу! Он занят. Он занят, а ты нет. Читай по бухам. Проект Маргариты Федотовой. Упустим заказ, ты будешь крайней. Так что папку в лапке и обе ноги там. Go, baby, go! Go, baby, go! Нет, конечно, я помню, кто устроил меня на работу. Упустим, я помню, кто устроил меня на работу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы что себе позволяете? В каком смысле? На пол. В смысле? Меня поставьте на пол. Хам. Вместо спасибо. Здравствуйте, Маргарита. Вы у нас новенький? Вы у нас будете жить? Да. Очень хорошо. Вы знаете, мне нравится, что вы у нас будете жить. Да, да. Мне тоже. Ты мой красавец. Валера. Как ты мне объяснишь, что за последний месяц мы теряем второго клиента? Федор Михайлович. И ради этого вы прервали отпуск в Альпах. Да все виновные наказаны. Не все, Валер. Не все. Забавная вещица. Сыграем партеечку в шахматы. На вылет. Я вас слушаю. Как это понимать? Что-то не так? Нет, все прекрасно. Просто это мой кабинет и мой стол. Дорогая, как мне не больно, но я вынуждена тебя разочаровать. Это мой кабинет. Из сегодняшнего дня ты уволена. Уверена, что мое увольнение не обошлось без твоей помощи. Я отомщу. Если тебя интересует, почему клиент не оценил твои таланты, вперед, к шефу. Только запомни, я это так не оставлю. Ах, да. С обязанностями секретарши ты справляешься отлично. К шефу нельзя. Важное совещание. Все. Я больше не могу. Приема не будет. Это важное совещание. Меня уволили. Нет, я Деревянникова просто в щепки разнесу. Как он мог сам на теку ступить? Марго, спокойно. Мы сейчас все выясним. Он, наверное, сошел с ума. Я думаю, что это Василискины интрижки. Ну, за что? Ребят, нет, ну правда, ну скажите, ну в чем я провинилась? А я слышал, что ты не справилась с последним заказом. Это неправда. Вы сами мне помогали. Возможно. Как это возможно? Ты что, еще сомневаешься? Я говорю, возможно, потому что я действительно распечатывал твой проект, но я же не читал содержание. Нет, 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 ребят, меня так просто не выкинешь. Я еще вернусь. Ну, нельзя же ненавидеть всех женщин. Слушай, у тебя мама была или тебя отпочковали? Слушай, пойди выпей что-нибудь от разжижения мозгов. Заколебало уже. Ну, теперь нас Василиска точно сожрет. Ну, все, сейчас ты меня сам запоешь. Здрасте, вы что-то хотели? Хотела ли я? Конечно. Во-первых, я хотела бы узнать, откуда вы взялись на мою голову. А во-вторых, извольте заткнуть свою музыку. В-третьих, это вы взялись на мою голову. В-четвертых, это не моя музыка. А музыка группы Таймкод. Не слышали? А в-пятых, по закону еще шуметь разрешается. А ночью, если вас интересует меня, тихо. Да какое мне дело, что у вас ночью? Я столько лет горбатилась и копила на эту тихую, уютную мансарду. Я вас понимаю, но годик еще придется меня потерпеть. Год? Да я с ума сойду от вашей попсы, ясно? В вашем возрасте пора бы уже отличать попсу от рока. В моем возрасте? Знаете что? Не смейте меня оскорблять! И, наконец, заткните свою музыку! Меломан несчастный! Да вы просто невростиничка. Значит так, если вы сейчас же не умете себя и вашу шарманку... То что? То я, я... Я упаду в обморок, прямо здесь, на вашем пороге. Ясно? Все? Не вздумайте больше шуметь. Иначе я вернусь, упаду и буду валяться под вашей дверью. Вася, Вася, девочка моя... Вася, Вася, девочка моя... Сладенький. Зая... Ммм... А меня сегодня уволили. Ух ты! С этого места поподробнее. Понимаешь, Зая... Контора понесла убытки. Это рекламный бизнес, это такая конкуренция. Он меня выпер! И назначил эту выскочку. Ого! Вася, ты куда? Я думал, ты утешишь меня в горе. Котик, мне очень жаль тебя. Но я вспомнила про одну очень важную встречу. Что? Вася, А что может быть важнее моего горя, Вася? Котик, котик. Важнее может быть только моё счастье. Вася! Вася! Ваша, вернись, пожалеет! Ваша, вернись, пожалеет! Я не знаю, что ты... Шеф, у себя? Нового ещё нет, а старый занят. Хотя уже не важно. Валерий Валерьевич, зачем вы так поступаете? Да вот, Меркурия забыл. Зашёл забрать. Я требую справедливости! А я уже не требую. Я не понимаю, почему вы меня уволили? А меня почему? Да что здесь происходит? Это вопрос, не ко мне. Задашь его новому боссу. Как? Я уже здесь тоже не работаю. И вас тоже? Уважаемая Маргарита, а что вы здесь делаете? Вас уволили ещё вчера. Берите пример с Валерия Валерьевича. Не волнуйтесь, я просто соберу личные вещи и уйду. Была ты Васей, Васей ты и останешься. Творог. Не давай за рог, не есть творог. Нет, двойное отрицание. Выходя за порог, не забудь поесть творог. Точно? Здорово. Творог. Вы в курсе? Чего? Деревянникова уволили. Не может быть. О май гад. Он же тебе не нравился. Ну так, в целом, конечно, не нравился. Послушайте, а вы никого нового в офисе не замечали? А что, уже появился? Вот что, Виолетта. Покарауль нового шефа. Как только он появится, сразу мне звони. Не вопрос, на связи. Творог, творог. 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 Давай, садись. Садись, садись. Везде бандиты. Тихо. Напрыгал в закат. Творог. Покарауль. Творог. Эй, что случилось? Вы живы? Эй! Руки вверх! Живы! А вы думали, меня прибили и можно грабить, да? Я просто услышала крик и выстрел, думала вас того. Хорошо придумала, а с какой-то стати меня должны того. Да откуда я знаю? Это ваши дела бандитские. И вообще, что вы ко мне прицепились? Я, между прочим, за вас волновалась, а вы хам! Сколько ж можно меня грубить? Сейчас возьму, сдам вас в милицию. Пожалуйста, номер уже набран. Прошу. Ладно, у меня свой телефончик найдется. Так, в стороночку давайте. В стороночку. Так, а что это такое? Что это? Да юж. Так, сбегал в магазин. Придется за слесарем идти. В вашу квартиру вы идите. Да? А ваш ключ? А, ну хорошо, давайте пойдем вместе. Да, придет домушник и сделает то, что мы не могли сделать. Конечно. Вокруг вашей квартиры домушников вот просто вот пруд пруди. Хорошо, я позвоню, слесаревый телефон. Давайте. Ладно, позвоните со своего. А нет. Вы сначала извинитесь, как следует. Ну, знаете. Ух ты! Вином полы моете. А документики с прописочкой имеются? Понимаете, дело в том, что я снимаю эту квартиру, и у меня внутри есть паспорт и договор об аренде, но внутри. Так дело не пойдет. Откуда я знаю, что вы не воры? Я имею право вскрывать квартиру только в присутствии хозяев с паспортом. Или милиции. Так, а нам не нужно вскрывать квартиру. Нам нужно просто достать мой ключ из его двери. Вот все. А-а-а. А вы кто, гражданочка? Я? Я соседка сверху. Этажами ошиблись. Так, ладно. Кажется, я захватил нужные документы. Подождите. Документы. А-а-а. Бывает, бывает. О чем? Все. Возьмите. И советую подцепить брелки. В палатке напротив такие симпатичные сердечки продаются. Зайдете? Зачем? Ну, вы так туда рвались. Нет, спасибо. Я не людоед. Не уверена. Ты что? Я не могу. У меня энергородная футб你说, тьми. Зайдет. Ну, я уважаю тебеppa. Может, рванём, а? Впервые в жизни с тобой согласна. Что бы это значило? Доброе утро. Доброе. Не рановато для перекура? А вы, собственно, кому мужчина? Мы ждём нового шефа. Да, Борис? Ну что ж, я вас поздравляю. Дождались. Предоставьте мне, пожалуйста, до конца дня отчёты за прошедший квартал. О, мой Бог! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну... Родная, что у тебя с телефоном? Звоню как в рейсу! Пришлось приехать. Да я вчера из одного придурка мобилку в шампансе хранила. Вот и глючит теперь. А, не слабо ты развлекаешься, подруга. Может и мне стать безработной. А кто у нас придурок? Сосед снизу. Симпотный. Дай что-нибудь попить. Вава на всю голову. Воду без газа будешь? Нет, лучше кофе. А наш новый шеф это что-то. Производит впечатление очень порядочного и страстного мужчины. Виолетка, ты вроде взрослая девочка, все еще веришь в порядочность мужиков? Абсолютно уверена. Если новому шефу толково объяснить, что Деревянников уволил тебя ради спасения истинно виновенца Василиски, он вернет тебя на работу. Кофе есть в этом доме, а? Так, и что мне теперь делать? Так, сначала свари мне кофе, желательно по-турецки. Соваться в офис совершенно бесполезно. Новый шеф уже уехал по делам. А когда он вернется, я тебе позвоню. Так что суши мобилу. А как он внешне? Василиска сама не своя. Из юбки выпрыгивает. Ну, Василиска это не показатель. А мне ты можешь верить? Ой, обидно, что такой лакомый кусочек. Обломится аллигаторша. Ты угостишь меня кофе? Ну вот что. На этот раз Василиске ничего не обломится. Я сама им займусь. Я не я буду, если не смогу его заполучить. А кофе закончился. О, а что это мы сегодня пешком? А, просто не хочется как-то вас лишне распугать. Да, но вы знаете, я сегодня буду поздно. Так что можете немножечко в мое отсутствие пошалить. Хам! Хорошего дня! Приготовь еще одну чашу. Шеф просил докладывать. Не отвлекайся. Я сама доложу. Здравствуйте. Добрый день. Я уже приступила к своим обязанностям. Замечательно. Вам нравится? Да, я давно мечтала об этом. Вы извините, я просто спешу у меня встречу. А вы не могли бы уделить мне пять минут? Хорошо. Хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. А кофе не откажитесь? Кофе? Выпью с удовольствием. Маша, еще чашечку, пожалуйста. Спасибо, Маша. Да, спасибо. Спасибо. Значит, вы считаете, что у меня есть потенциал? Безусловно. Правда? Вам нравится? Только приколите булавочку. Что-что? Ну, чтобы потенциал не сглазили. Пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, чай-чай-чай, два, три, чай-чай-чай, два, три, чай-чай-чай, два, три, талантливый прошу. Ча-ча-ча! Два-три! Стоп! Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Здрасте. Девушки, вы опять пришли без партнеров. У нас бальные танцы. Мы здесь, пардон, ни гопака танцуем. Что такое бальный танец? Бальный танец — это романтика. Страсть, любовь, я бы сказал, секс, а не клуб девушек-одиночек. А почему девушек-одиночек? По кочену. В следующий раз придёшь с партнером, окей? Да. Продолжаем пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, ча-ча-ча! 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 Открылись! Два, три, ча-ча-ча! Два, три, ча-ча-ча! Па-два, па-па-па! Молодцы! Извините, пожалуйста, это мой. Я просто недавно мелодию поменяла и... Простите. Продолжаем. Стасик. Марго, ну прости, прости, прости меня, пожалуйста, за то, что я тебя беспокою. Я совсем выдохся. Первый раз за время нашего знакомства ты позвонил к Стати. Ну, эта диссертация высосала все мои соки. Ладно, сделай перерыв и приезжай в школу танцев танго. Куда? Да я тебе адрес сейчас с СМС-кой сброшу. А зачем в школу танцев? Чтобы пиво попить, ну? Да нет, нет, я понял. Я просто не умею танцевать. Все, я тебя жду. Давай, пока. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Давай. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Да куда идти? Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Слушай. Болит? Ну, прости меня, пожалуйста. Я же тебе говорил, что я не умею танцевать. Может, вызовем скорую? Тихо. Что? Что-что? Слышишь, стучат? А? Что-что? Что-что? А что это за наглецы живут под тобой? А ты давай, сходи и разберись с ним, как мужчина. Думаешь, нужно? Нужно. Нет. Давай лучше подождем, пока им надоест. Нет, Стасик, им не надоест. Иди и напугай их как следует. Ну, как? Ну, порази их интеллектом. Они сразу же сдуются. Да? Да. Хорошо. Хорошо, я пойду. Я пойду и объясню нормы общежития. Ой, ой. Добрый вечер. Простите, пожалуйста, но не могли бы вы вести себя немножко тише? В этом старинном красивом доме наверняка перекрытия деревянные, и посему звукоизоляция оставляет желать лучшего. Простите, а что конкретного мешает? Ваш стук в пол. Простите, в потолок. Видите ли, у меня ремонт. Я вбивал крюк, чтобы вешать люстру. Может, зайдете, поможете, быстрее стук пройдет. Нет, нет, что вы, что вы, я понимаю, ремонт. Занимайтесь, занимайтесь. А вы от моей соседки сверху? Да, да, я ее друг. Передайте ей, пожалуйста, пусть она придумает что-нибудь новенькое, чтобы меня доставать. Стасик! Дорогой, где ты, солнце мое? Ужин стынет. Иду, иду. Она хорошая, вы просто ее плохо знаете. У нас большие планы на вечер. Не задерживайся, шалунишка. Бегу. Шалунишка. Бегу. Шалунишка. Иди домой, а. Уже совсем стемнело. А как же ужин? Вот. Спасибо. А ты не расстраивайся из-за ерунды. Зато у тебя самая светлая голова. Спасибо за комплимент. Послушай, а может я все-таки останусь? Нет. Ну да, ты знаешь, мне и правда надо Дису дописывать. Спасибо за ужин. Давай-давай-давай. Ну звони. Пока. Пока. Кукла безжалостная. Алло. Марго, Биг Бой на месте. Кто? Ну, господи, на каком месте? Соображай скорее, новый босс появился в офисе. Ага. Ой, елки, все в такую рань-то, а? Ты что, перебрала вчера? Да я не бью, ты же знаешь. Ну это, все, я выезжаю. Ес. Она что там, напилась вчера? А тебе какое дело? Так просто спросил. Шпион. Ты на себя посмотри. Садова-Кудринская. Договоримся. А это мне мой подарил. Какая красивая штучка. А что за фирма? Наша. Добрый день. О, привет. Привет. Шефа нет на месте. Да. А он в терем пошел обедать. Спасибо. Ты чего язык распускаешь? Ой, прости. Здравствуйте, Маргарита. Привет. Так. Это уже становится дурной привычкой. Вот именно. Вам должно быть стыдно. Вы что, следите за мной? Не слишком ли много чести? А что вы тогда здесь делаете? Зашла по делам. А, понимаю. Между прочим, у нас сейчас, как у деловых людей, обед. Пользуясь случаем, я могу пригласить вас с состоятельной компанией? Ну, только при одном условии. Место выбираю я. Ради бога. Хорошо. Тут неподалеку есть неплохой ресторан, терем. Туда? Я туда как раз собирался. Хорошо. Будьте добры, у вас есть шато де Канте, урожай 2002 года. Да. Ну, так как же вас все-таки зовут? Маргарита. Очень приятно. Константин. Я говорю, Константин. А. Наконец-то познакомились. Да, но вы как-то не торопились со знакомством. Ну, я должен признать, что вы вели себя, ну, так, неадекватно. Просто у меня настроение было хуже некуда. Извините. А в чем же дело? Отчего же? Меня нагло выгнали с работы, а теперь я ищу справедливости. Ну, ничего, уверен, что вы ее найдете, потому что вы упорная. Скорее, упрямая. Мама все время ворчит, что я своим характером вляпаюсь в какую-нибудь историю. Должен признаться, с вами не соскучишься. А я не развлекательный центр. Извините, пожалуйста. Маргарита. А? Куда вы все время глазами шныряете? Ну, как-то со мной пришли. Шныряю? Ну... Вы что себе позволяете? Нет, ну, я что не вижу, вы же весь зал осмотрели. А вам какое дело? Знаете, абсолютно никакого. Ну, просто вас ни один приличный мужчина не выдержит. Это вы приличный мужчина? Знаете, это не обед, а черт знает, что такое. Согласна. Вы намеренно все это подстроили, да? Чтобы меня оскорбить? Да вы сами на меня в туалете напали. В другой раз я не позволю вам заборочить мне голову вашим внезапным проявлением галантности. Девушка. Например, совратитель наивных дур. Молодые люди. Совратительница ботаников. А ну, не стойте мне на пути. Ради бога. Что вы увязали за мной? Я иду на свое рабочее место, это вы меня преследуете. Знаете что? Найдите смелость признаться себе, что вы мной заинтересовались. Я вами? Я вами? Да. Ну, допустим. А вы, молодец. А я нет. Ой, ой, ой. Алло. Ну, и где ты была? Привет. Я была в тереме, высматривала нашего нового шефа. Все к лучшему. Вернулся чернее тучи. Приходи завтра пораньше. До обеда. Ага. Спасибо тебе большое. А теперь ты куда? Сейчас я хочу пойти на танцы. Танцы, это правильно. Сидеть дома вредно для психики. Особенно для одинокой, не пьющей, уволенной девушки. Ну, ты же знаешь, что я не одинока, у меня есть, Стасик. Себя-то не обманывай. Мужчины, хотите познакомиться с одинокой девушкой? Она красивая? Конечно. Это я. Нам не положено. Понятно. Поехали. Вот что. Вы обходите справа, а я слева. Давайте вы слева и я слева. Послушайте, сосед. А вы только слушаете музыку, или, может быть, еще и танцуете? А вам-то что? Ну, я же сходила с вами на обед. Теперь и вы составьте мне компанию в одном интересном местечке. Да ни за что. Что-то заведете куда-нибудь. Боитесь? После обеда особенно. Не бойтесь, это не больно. Да куда? Подождите. Ну, сейчас узнаете. Где вы меня тащите? Скажите, куда вы меня тащите? Мне надоело быть одиночкой, поэтому вы будете моим партнером. Что? Ну, что, вас как бычка за веревочку тянуть надо? Ну, вы же готовы мне помочь? Зома-то сказал. Ну, вы же идете за мной? Я иду просто из любопытства. Хорошо, через пару кварталов ваше любопытство удовлетворится. Это намекните, что это такое. Намекну. Это невольно и это не страшно. И больше здрасте. Вещи туда. Куда? Сюда. Я доказал, что вы меня подставите. Вы перестаньте преувеличивать. Получайте удовольствие. Что-то я себе полным дураком выглядел. Хорошо. Стоп. О-о-о. А ты что? Здрасте. Нашлась тебе партнера. Не-не-не-не. Что-нибудь теперь меня будут подставлять, что я на вас уже пришли. Идите до конца. Да-да-да. Идем, идем. Давайте нашим новичкам покажем пару па из нашего танца-танго. Прошу. Алла Николаевна, диджей, включайте нашу пластинку. Девочки, не забываем про юбочки. Девочки, не забываем про юбочки. Венский вальс. Прошу, стали по парам. Рано радуйтесь, это не легче. И. Считай. И. Неплохо. Еще нужно отрабатывать шаг. Вальс. 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 Да, у меня просто характер такой. Да, я все понимаю. Нет, вообще ваши выпады, они забавные. Так, знаете, укус комара не будешь. Неужели? Конечно, все эти шипы, колючки, это же защитная реакция от неуверенности. Да. Да, я думаю, на самом деле вы хорошая, наивная, полная комплекса девушка. Так, знаете, ромашка, не сияйте красотой. Может быть, хватит? Марго, не сияйте красотой, но притягивайте взгляд. Она отдает дунжуан недоделанный. Вы меня неправильно поняли. Марго. Отдай кому говорю, любитель пылевых цветочков. В ядах. Марго. Что за посредственная бредятина? Ты где, в рекламостиле работаешь или у нас? Держи марку. Ну, это же творог. Ну, и творог можно рекламировать красиво. Ну, как просили, я так и сделал. Ну, прояви фантазию. Ты хорошие деньги получаешь, непонятно за что. Ну, за то же, что и вы. А вот будешь дерзить, вылетишь. На твое место желающие найдутся. Та же Марго. И тебя это тоже касается. Началось. Стойте, туда нельзя. Сколько раз вам повторять, туда нельзя. Константин Сергеевич, знаете, я не виновата. Она сама. В чем дело? Как это называется? Что вы здесь делаете? Так вы и есть тот подлец, который не хочет меня принимать. В смысле? Поиграться решили? Я уже вторую неделю вас ловлю и терплю на смешке вашей секретарши. А вы мне по вечерам музыку играете? Почему вы мне сразу не сказали, кто вы? Послушайте, откуда же я знал, что вас уволили отсюда? Так, вы, пожалуйста, присядьте. Сейчас мы разберемся. Сейчас во всем разберемся. Можно подумать. И вообще, приказ о вашем увольнении был подписан до того, как я принял дела. И поверьте, я никогда бы не уволил человека, не узнав о нем все. Все? Да вы на все способны. Ну, не на подлость же. Тогда объясните мне, пожалуйста, почему меня выгнали? Мы это выясним. Я выясню. А вы, вы пока возвращайтесь на работу. А как я могу вернуться, когда на моем месте Василиса? Я придумаю как. А вы пока пишите заявление о приеме на работу. Кофе хотите? Можно. Со сливками? С корицей. Алло. Валерий Валерьевич, добрый день, это Константин. Я хотел бы с вами переговорить. Я сейчас подведу. А, вы в тереме? Хорошо, я сейчас подойду. Я буду минут через пять. Хорошо. Добрый день, Валерий Валерьевич. Для кого добрый, а для кого не очень. Ну что, как на новом месте, справляетесь? Чего же не справляться-то? А, конечно, конечно. Ну, так, собственно, по какому делу? Я хотел поговорить с вами про Маргариту Федотову. Ну, я не знаю, что это было. Почему ее уволили? Покушать ему, принеси что-нибудь. У нас разговор будет длинный. Позвольте. Что, уволили? Заказ завалила. Клиента потеряли. Понесли убытки. А что это был за заказ? А хрен его знает. Слышь, Кося, а давай выпьем, а? А с Василиской держи глаз в остро. Гадина она. Вот это история. И что теперь? Обещал разобраться. Надо же, я никак не могу поверить, что это мой сосед. А ведь я его собиралась это соблазнить. Да к тебе и картой в руки действуй! Крррр! Если хочешь что-то сказать, говори. Одни междометия. Ладно, ребят. Спасибо вам за компанию. Но я побегу. Куда это так быстро засобиралось? А у меня могут быть личные дела. Вот именно. Как пить дать? Запало на нового босса. А ты что, ревнуешь, красавчик? Да, Лид, какая ты все-таки грубая. Не нравлюсь? Вали к себе за стол. Творог воспевать. Валю. До свидания. Я вас обыскалась. Я вас тоже. Я хотел кое-чем у вас спросить. Константин Сергеевич, как хорошо, что вы еще не уехали. А нам же по дороге подвезете? Разумеется, конечно. Значит, мы с вами потом переговорим. Прошу. Вы написали заявление о восстановлении в должности? Да, я оставила у вас его на столе в кабинете. Прекрасно. Завтра утром я подпишу. И завтра же вы можете приступать к своим обязанностям. Прошу. Спасибо. Ну, мышка-нарушка. Мы еще посмотрим, кто кого. Кстати, к нам скоро приезжает на гастроли группа «Тайм-код». Хотела познакомить вас с их творчеством. Вы уже пытались? А, ну да. Ну, просто как-то не хочется идти одному. Ну, вот. Не составите компанию. А, все-все-все. Вам такая музыка не нравится? Нет, а чего же? Живой концерт, это совсем другие впечатления. Значит, я могу взять два билета? Ну, я сама могу за себя заплатить. Стасик. А, это тот молодой человек, которого вы посылали ко мне выяснять отношения. Послушайте, вы только не выходите меня провожать, ладно? Ну, просто Стасик, может, обидеться, он мой друг детства. Какой-то подкаблучник. Для меня в самый раз. Привет. Ой, Маргуша, привет. А, в чем ты приехала? Где эта машина? А? А? А, это... Маргуша, ты себе не представляешь, что в скором времени произойдет. Слушай меня внимательно. Итак, во-первых, мне осталось всего лишь распечатать список используемой литературы. Прекрасно. Заимствованных графических материалов, таблиц, расчетов и перечень измерительной техники. И все, Маргуша, все. Диссертация готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Здравствуйте. Шапан. Алло, Олежек, слушай. Все, я уже выбегаю. Да. Ну, извини, я просто на работе закрутился, ага? Хорошо, все. Да, я уже пулей вылетаю. Добрый вечер, Константин Сергеевич. Добрый. Я вас слушаю. Не пригласите? Куда? Туда. Ну, вы хотели поговорить со мной позже, а вот я и пришла. Ну, вообще-то я имею в виду на работе. А чем здесь местные подходящие? Тем, что здесь мой дом, из которого я как раз собирался выходить. Так что я вас жду завтра с утра у себя в кабинете. А сейчас, извините, у меня время для личной жизни. А вы личную жизнь с рабочей не совмещаете? Извините, нет. Всего доброго. О-па. О, надо же, соль закончилась. Стасик, ты пока попей чай, а мне нужно срочно пополнить запасы соли. Ну вот… Ни соли… Ни кавалера. Василиса Андреевна, вас Константиновича Сергеевич вызывает. Уже? Я морально не готова. Передай ему, что я ушла клиенту и смотри, не выдай меня, окажешься на улице. Та-дам! Псс! Эх ты! Чего? Стареющий компьютерный Дон Жуан! Слушай, чем я тебе так насолил, а? Дай пожить спокойно. Да противно смотреть, как ты рычаешь по своему интернету. Суперподонок. Слушай, какая ты все-таки дура, а? Вот вроде умная, а дура. Привет. Привет. А меня, по-моему, восстановили. Как это по-твоему? Вот видишь, справедливость восторжествовала. Еще бы свой кабинет отвоевать, и все будет в порядке. Я уверена, недолго осталось Василийский трон занимать. Найдется и на нее управа. А где Василиса Андреевна? На месте или снова у клиентов прячется? Да. Что да? Ну, я ее видела утром. Так пригласите ее, пожалуйста, сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот все, как Вы просили. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Вы справлялись со своими обязанностями до моего появления? А какое это теперь имеет значение? Ведь именно благодаря мне реклама стиль лишилась всех клиентов, они теперь наши. Хорошо, я поставлю вопросы на это. Как Вам удалось получить должность Федотовой? Чью должность? А, Марго! Вы что, не знаете? Просветите. Но она сама меня попросила. Да неужели? Ну, Деревянников. Он же такой надоедливый. От него можно избавиться только уйдя с работы. Вот как? И потом она же хотела выйти замуж за этого своего Стасика или Толика. Да? А он, конечно, лучше, чем Деревянников, он спокойней. Это не мои слова. Ну, и потом в ее положении на нервной работе опасно. В каком положении? В интересном. Подождите, Вы... Вы имеете в виду беременность? Ну, да, именно. Это точно? Ну, да, именно. Поэтому мне и пришлось занять ее место. Почему она об этом ничего не сказала? Ну, чтоб не сглазили, как Вы говорите. Что-то нехорошо. Ну, девчонки, Вы опять без меня сплетничаете. А тебе что, тоже хочется? Ну, конечно. Слушайте, а Вы про что, про Костю? Ты глянь, он уже его Костей называет. Ну, я так вообще. Ах, Марго, дорогая, как я рада тебя видеть. Молодец, что ты пришла и не сломалась. А знаешь, мы с Костей решили, что тебя незаслуженно выгнали, и надо как-то поддержать тебя. Как ты сказала? Мы с Костей? Это в каком смысле? Ну, в буквальном, дорогая. Мы утром пили кофе, и я сказала, что незаслуженно тебя выгнал деревянников, и надо тебе помочь. Ты врешь. Почему? Ты не веришь, что я так добра к тебе? Ну, и долго ты его уламывала. Да побыстрее, чем ты. Ах, ну, если для тебя переспать с начальником – это предел мечтаний. А для тебя этот предел недоступен. Нечего сказать? Как я тебя понимаю? Да подавись ты своим ядом. Ну-ка, встали и работаем. Я не могу защищать. А Марго клятвенная обещала отбить шефа у Василиски любым путем. Что, прям так и сказала? Почему мне нельзя сказать? Я храню секреты, как могила. Мавзолей. Но ты-то ничего не знал, значит, должен был броситься на защиту Марго. И отбить его аллигатор же тоже мне мужик. Как издеваться не мужик, да. Как защищать мужик. Ты уже определись, Виола. Определилась! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это уже хуже. Простите, Константин Сергеевич. Ну, простите, что я рассказала вам про Марго. Но она моя подруга. Я так за нее переживаю. М-м-м. Да, спасибо, вы можете идти. Ну, может быть, это сквозняк. Ну, может быть, воды. Ну, или таблетку. Да. Спасибо. У вас свободно? Свободно? Конечно, садитесь. Спасибо. Может, киллера нанять? Простите, вы что-то сказали? Нет, это я себе. Меня просто с работы выгнали. Ой, сочувствую. Да нет, потом снова приняли. Рада за вас. А теперь я сама ушла. Мне искренне жаль. А еще я влюбилась. Поздравляю. Ну, он меня предал. Как я вас понимаю. Значит, он вас не стоил. Я отомщу. Им обоим. Знаете что?, и сделаете это элегантно. Отпустите их. Пусть они милуются хоть де и котке, а вы займитесь делом, чтоб он понял, кого потерял. Точно. Женская логика против мужской подлости. Спасибо. Молодость. Ребят, агентство работает? Да, работает. Конечно, работает. Ну что ж, не скрою, мне очень приятно, что вы пришли именно к нам. Вот только развейте подозрения. Почему такой талантливый работник агентства увольняется и приходит в конкурирующую фирму? Нет ли в этом какого-то злого умысла? С моей стороны сплошной злой умысел и расчет. Да. Да. Но вашей фирме он пойдет только на пользу. Сейчас объясню. Как? Как так получилось, что наши конкуренты перебивают у нас заказы? Ну, это все Марго. Это подлая змея, которую вы пригрели на своей груди. Что? Ну, я в аллегорическом смысле. Вот вы что делаете, чтобы исправить положение? Я стараюсь, веду переговоры. Идеи новые нужны, понимаете? Да, мы работаем, не покладая рук. А почему тогда у вас не получается, а у Федотовой даже лучше, чем надо? Потому что она хитрая и изворотливая девица. Идите, работайте. Константин Сергеевич, пришел еще один отказ от нашего постоянного клиента. Спасибо. Хорошие новости. Привет. А-а-а, вот кто хотел убить мою собачку. Девушка, а почему это вы на бальные танцы не ходите? Да я с партнером же срукалась. Зря, завидный молодой человек. Кстати, вы если его увидите, передайте ему обязательно, чтобы приходила на репетиции. Мы дадим ему роскошную танцорщицу, еще и на соревнования отправим. Хорошо. А я на стоп снова пойду. Это ваш выбор. Давай, удачи. Счастливо. Пока. Понятно. Никому и не нужна ромашка. Счастливо. Никому и не нужна ромашка. Ни нужна ромашка. Счастливо. Смотри, какая барышня. Сейчас я вас познакомлю. Девушка-красавица, скажите, пожалуйста, вы верите в большие-большие и светлое-светлое чувство? В большие и светлые? Конечно, верю. Сейчас я вас познакомлю с большим и светлым пью. Хотите пью? Конечно. Прошу вас. Присаживайся, давай. Присаживайся. Сейчас все объясню. Закрой глаза, пожалуйста. Не подсматривай. Умоляю тебя, не подсматривай. Ладно. Так. Ну, можно открывать? Нет, подожди. А, да, хорошо. Открывай. Сегодня я закончил диссертацию, понимаешь? Так. Завтра я ее сдаю, и мы сможем теперь все время быть вместе, как я и мечтал, с первого класса. Понимаешь? Вот. Фух. Я накопил много денег на белое платье для тебя. И на колечко тоже. Стасик, ты очень, очень хороший мой друг. Ну, встань. Я очень-очень люблю тебя, как друга. Понимаешь? Почему? Я даже не знаю, как тебе это объяснить. Я рекомендую. Я знаю, как тебя делают. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Стасик, это ты? То есть вы? Что случилось? Он вас обидел? Нет, что Стасик, он и мухи не обидит. Вы меня простите, мне просто очень нужно побыть одной. Вы понимаете, Маргарита, какое ответственное задание ложится на ваши плечи? Таких клиентов бывает раз, ну, может быть, два в жизни. И наша главная задача какая? Правильно, не упустить его. Конкурентов будет много, но... Серьезную угрозу представляет рекламное агентство, которое вы только что покинули. Скажите, а кто будет на конференции от их страны? А, ну-чего... Василиса Кокарева. Тогда считайте, что договор у нас в кармане. Вы в этом так уверены? Абсолютно. Я знаю всех своих бывших сотрудников, кроме одного, их нового директора. Ну что ж, вот требования и условия этих маловаров. Ознакомьтесь поближе. И мы надеемся на вас. Не подкачайте, Марку. Вызывали? К маловарам поеду я. А я рада, что мы поедем вместе. Нет, нет, я поеду один. Интересно, почему? Там слишком серьезные соперники, вам это не по зубам. А по моим сведениям, кроме Федотова и там никого не будет? Интересно, как вы собирались с ней справиться. У меня есть свои методы воздействия. Когда мы приедем, я свое дело сделаю. Спасибо, я сам. Почему? Я хочу вам помочь. Нет, нет, благодарю. Идите, работайте. Сергей Александрович, можно я начну? Добрый день, уважаемые дамы и господа. Присаживайтесь, пожалуйста. Как вы знаете, наша компания существует уже более четырех лет. Но мы не выходили, как говорится, на широкий спектр общения с потребителем. Для этого мы и собрали лучшие рекламные компании нашего города. Нам нужно приговорить. Вам придется заниматься видеороликами. Разошли. Уличной нарушкой, то есть пикбордами. Проговорить нам нужно. Я понимаю, но благодаря этому это можно сделать. Для этого мы пригласили самых лучших. Как говорится, продукт есть. Вам остается его только разоговорить. Слушайте, оставьте меня в покое. Молодые люди, я думаю, вам есть что сказать. Приказано. Уважаемые господа, разрешите представить вам проект Афродита. Как вы знаете, богиня красоты вышла из морской пены. Это случилось много тысячелетий назад. А сейчас Афродита рождается каждый день в каждой женщине благодаря вашему мылу. Обратите, пожалуйста, внимание на наш калаш. Вот это Майдадыр. А вот это страшный микроб, который угрожает малютке, маленькому ребенку. Но зоркий Майдадыр говорит, стоять за разом. Каждая женщина мечтает почувствовать себя богиней. Каждая женщина чувствует себя защищенной рядом с Майдадыром. Благодаря вашему мылу. Благодаря противовоспалительному средству. Вы можете мне не мешать. И мы хотим помочь каждой потенциальной покупательнице почувствовать себя нежнее. И ввиду этого мы... Представьте, маленький щенок. Нет, маленький плюшевый медвежонок. И вот ваш любимый ребенок играет со своим маленьким плюшевым медвежонком. А злые бактерии, они угрожают ему. Так, пожалуйста, возьмите и выбросите медвежонка. А, вот. Вот так вот сделает каждая безжалостная женщина. А нормальная мама, она возьмет и постирает игрушку. А вы знаете что? Что ваш Майдадыр это анахронизм. Да. А наша Венера... Но он связывает нас с воспоминаниями с нашим счастливым детством. Вместе с медведем. Да что вы прицепились к этому медведю, а? Я не прицепился. Вот это ваш стиль. И вообще вы все время меня перебиваете. Можете себя, посмотрите, пожалуйста, на себя. Агентство рекламной стихи. Я думаю, вам есть что обсудить в коридоре. Агентство Радуга. Нет, пожалуйста, я... Пустите его мне в коридорство. Я, честно говоря, даже не знаю, что это за рекламная кампания. Извините, а вы откуда? Агентство Радуга. Из Радуги мне... Пожалуйста, конкретное предложение. Я постараюсь. Мне рекомендовали. Если на улице им хочу представить проект Блеслыйбок. Нам нужно серьезно поговорить. Ах да, нашли время и место. Так, здесь становится слишком легко. Нет, тащите. Отпустите, я сказала. Что происходит? Чуть. Романтическое местечко. В твоем стиле. Так. Это что за фокусы? А ну выпусти меня отсюда! Действительно закрыто. Запертые двери нас преследуют. Эй! Тихо, не надо, не надо. Вы можете меня отсюда! Не надо, не надо. А если нас придут открывать? В хорошеньком положении мы окажемся. А я лично берегу свою репутацию. Я тоже не хочу оставаться один на один с подонком и предателем. Да, мне тоже не очень комфортно с наглой лицемеркой. Ты меня использовала. А кто пытался меня соблазнить? Ой, святая невинность, тебя соблазнить? Да я знаю про твоего ребенка на каком-то месяце. Что? Что? Зачем ты мне врала? Скажи мне, зачем ты мне врала? Ты что, хотела вернуть место заведующей? Ты вообще, ты понимаешь, что ты несешь меня? Да, да, я в курсе про отца, ребенка. Почему ты разошлась со Стасиком, кстати? Во-первых, со Стасиком. Во-вторых, не твое дело, и хватит! Не мое, а чье? А я думал, что мое. Знаешь что, не лезь ко мне в душу. И вообще, иди к своей Василисе-крысе! Ой, Василису только не надо мне приписывать. Да я сама все видела. Да потому что твои глаза видят только то, что ты хочешь видеть. Хорошо, тогда нам больше не о чем разговаривать. Все! Че, идиот! Влюбился! Ну, женюсь с ребенком, ну, с ребенком. Вот хорошо, что Василиса мне все рассказала. Василиса? Это, это тебе все рассказала Василиса? Да, и спасибо ей огромное! Василиса? У вас не что-то было? Сейчас Василиса у меня! Подожди, она тебе сказала, что у нас что-то было? Я убью ее. Подожди, так она, это Василиса все врала? Прости меня, пожалуйста. Прости, я просто идиот. Я очень... Тихо, тихо, пожалуйста. Слушай, пожалуйста, только ничего не говори. Хорошо, я очень боюсь. Хорошо. Хорошо, тогда так скажи. Ты мне очень нравишься. Так может быть? Угу. А ты? Ты самый умный. Самый красивый, блюжевый медведь. Да, мне был в детстве один медведь, у него не было ухами. На ниточке у вас болтался. Погожи. Зачем ты ушла в рекламный стиль? Ты меня хотела подразить. Ну, я же должна была тебе отомстить. Ух. Еще как отомстил? Ты теперь вернешься к нам обратно? Что? Обратно. Подожди. Ты... Что? Ты что, спасаешь свою задницу? Что? Значит, ты специально меня сюда стащил, да? Чтобы я не могла выступить. Ты что, Марго? Стоит, мне зубы заговаривает. А сам Василису туда отправил, да? Подожди, не начинай. Ты что, с ума сошла? Марго, ты что? О чем ты говоришь? Ах ты! Подпойся! Марго, ты что? Марго! Аня, ты что у Вас нужна? Извините, мы им проиграли. Я здесь работала и работать буду. Ага, в приемной, секретарши. Я на Вас суд подам, у меня связи есть. Значит, я даю Вам время... Поручное. Соберите свои вещи, чтобы духа Вашего здесь не было. Ну, тогда получайте. Значит так, Марго я подсидела, и все проекты, которыми ты так восхищался, у нее сперла. А деревянником нашел себе лучшее место, и через него я тебя прищучу. Поэтому бойся, милый мой, и дрожи. Не забудьте до конца рабочего дня. Угу. Слушай, Виолетка, ты такая прикольная. Правда? Я тащусь от тебя. Ну-ка, подержи, пожалуйста. Виолетка, ты такая прикольная. Марго. Марго. Ты дома? Тут билеты на концерт. Мы же договаривались. Помнишь? Виолетка, ты такая прикольная. Виолетка, ты такая прикольная. Марго. 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 Виолетка, ты такая прикольная. Да, я в гостюль тоже ушла. Что? Что за глупостью, Марго? И чем займешься? Пока не знаю. Я посижу, подумаю. Может, квартиру поменяю. Зачем? Район не нравится. Главная новость. Зачем я к тебе пришла? Вот. Ну, видишь? Вижу, купила новое кольцо. Прекрасно. Открыть глаза. Это обручальное. Я, между прочим, обручилась и знаешь с кем? С Борисом! Вот такой классный оказался мужик. Вот кто бы мог подумать, а? Это точно, кто бы мог подумать. Лёга, как на помине? Всё, девочка моя, пока уходила в перикмакерскую, я к тебе. А теперь бегу, потому что опять устроят разборки до самого вечера. А я обещала не драться. Марго, не киснем. Посмотри вокруг, сколько мужиков. И сходи на танцы, развейся. Вы опять пришли? Да, я пришла. Ну, ладно. Тогда остановитесь во вторую линию. Учите порядок. Да. Хорошо. Молодой человек, а у нас набор закончен. У меня билет. Вы не пошли на концерт? Ну, я подумал, они приедут ещё раз. А как же заказ у маловаров? Наверное, этим лучше заняться рекламе и стиле. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА